Это экстренное обращение, во-первых, к моим братьям и сёстрам-христианам Чернигово и Черниговской области. Мы через несколько минут садимся в машины и едем за тысячу километров, оставляем линию фронта, которая очень хорошо видна прямо сейчас в моё окно, и за тысячу км едем в ваш город вновь. Едем, чтобы в пятницу в 10 утра 1 октября быть на судебном процессе и выступить, поддержать, защитить пастора церкви и пятерых служителей, над которыми организованная бандитская группировка ребяток в погонах полиции начала своё издевательство ещё в мае этого года. Уже несколько месяцев священник и его команда служителей оскорблённые, оболганные, брошенные в камеры и находятся в СИЗО. Мы считаем это тяжким преступлением, мы считаем это войной, объявленной людьми, непорядочными людьми в погонах христианской церкви. Проведя своё расследование, которое будет в описании, ссылочка, мы пришли к выводу, что если есть банда в Чернигове, то это банда в милицейской форме, которая издевалась над правосудием и здравым смыслом. Мы едем на судебное заседание и очень просим христиан этого региона в пятницу, 1 октября, в 10 утра быть на судебном заседании. Адрес будет в описании к ролику, но произнесу его. Это 10 часов. Судебное заседание будет по адресу Деснянский районный суд, улица Проспект Победы, 141. Проспект Победы, 141, Деснянский районный суд. Для тех, кто не знает, о чём идёт речь, мой тщательный, основательный разбор этой омерзительной истории, результаты работы нашей комиссии в описании. По этому жуткому сюжету о вторжении в церковь силовиков и унижении церкви, оскорблении церкви, религиозной свободы по пране уже сделано обращение, подписанное представителями всех фракций Верховной Рады. В достаточно жёстких тонах мы везём необходимые документы поручительства, попечительства, ходатайства. Надеемся, что судьи прислушаются, всмотрятся в то, что на самом деле произошло и дадут этому адекватную оценку. В случае, если пастор и его команда не будут отпущены из следственного изолятора и этот процесс не начнёт каким-то образом сворачиваться, у нас не останется другого выхода, как начинать крупномасштабные акции, бессрочные акции, добиваться справедливости, пользуясь нашими гражданскими правами. До встречи в суде Чернигов 10.00 в эту пятницу, 1 октября. Для тех, кто не знает, о чём идёт речь, очень советую посмотреть моё расследование нашей команды комитета шляхтной заложки. До встречи в Чернигове!